Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Вот уже две передачи мы посвятили разговору о Престой Богородице и о понимании ее служения в православном мире, в православной церкви. Мы сейчас находимся уже ближе к концу Успенского поста, в преддверии праздника Успения. Осталось буквально пять дней, и в понедельник пост окончится, и мы будем праздновать праздник Успения Престой Богородицы. И поэтому вот сегодня третья передача, третья наша встреча, посвященная ей, в нашей студии мы встретились с отцом Кириллом Зимином. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Вновь! Мы с вами проговорили догматическую сторону вопроса. Ну, мы с вами до эфира говорили о том, что, может быть, эта тема сложновата и не совсем популярна. Поэтому, и в то же время я считаю, что нужно сложные вопросы поднимать, иначе в конечном итоге у большинства людей, скажем, которые хотели бы сделать шаг в сторону церкви, но не могут его сделать, рождается мнение, что это религия какая-то такая очень примитивная, слишком простая, все на уровне крещенской воды, куличей с яйцами и не более того. Пусть видят сложную сторону нашего вероисповедания. Ну, а сегодня уже, что называется, с такой практической стороны я предлагаю подойти к служению Пресвятой Богородицы. Опять же, мы называем ее Пресвятой, а когда мы празднуем память того или иного святого, мы так или иначе делаем акцент на том, что высшее прославление этого святого, высшее его почитание, это стремится подражать его подвигу, стремится воплотить те добродетели, которые были в жизни этого святого. Вот если говорить о Пресвятой Богородице, знаете, с какого бы вопроса я хотел начать? Немножко, опять же, вернувшись в нашу прошлую передачу, прошлую встречу, к наименованиям Богородицы. Вот мы ее называем Царицей Небесной. И мне кажется, при том, что это абсолютно верный и точный термин, мне кажется, что он сыграл некую печальную роль в жизни именно простых христиан, которые привыкли ее так называть. В какой-то момент, мне кажется, они поверили в Богородицу больше, чем в Бога. Ну, то есть, вот очень часто, не знаю, опять же, как вам, но мне приходится слышать. Вот человек впервые переступает церковный порог, он ищет не икону Бога, и не ищет, собственно, обращение к Нему. А он ищет, ну, там, я не знаю, Казанскую икону Божьей Матери. Он ищет Владимирскую икону Божьей Матери. А вот у вас какая-то есть икона Божьей Матери, которая помогает при раковых болезнях. И какое-то вот внутреннее противление к тому, чтобы обратиться к Богу. И есть вот, ну, условно говоря, некий человек первый после Бога, к которому до императора, до царя слишком далеко. Лучше к заму подойти. Вот какое-то такое вот ощущение. И вот в этом смысле мне очень хотелось бы разъяснить вот это противоречие для наших телезрителей. Во-первых, почему мы ее называем Царицей Небесной, в каком контексте мы ее так называем. И означает ли это, что она может каким-то образом замещать с собой Бога, что уже, конечно, подразумевает ответ «нет», но надо его дать более пространно. И, соответственно, каким образом мы можем ей подражать, как святой, хоть и всесвятой, хоть и пресвятой, то есть очень-очень святой. Да, батюшка, вот у нас уже, мы говорили на одной из прошлых встреч о том, что ценность Божьей Матери, ее святость заключается в святости Бога. Ее святость в связи с Богом, в связи с тем, что она является Божьей Матерью. Поэтому она не является, ну, как бы, святой и царицей сама по себе. Она царица в связи с тем, что родила царя, является матерью царя. И вот это вот отношение матери и сына, да, которое мы видим в наших семейных отношениях, в нашем быту, подобного рода отношения, это отношение близкие, это отношение такого, ну, всегдашней возможности ходатайствовать, всегдашней возможности проговорить что-то, о ком-то замолвить слово, что-то сказать. Понятно, что, может быть, обывательское сознание подчас и профанирует религиозную, такое базисное, основное, основу религии, основу христианства как веры в единого Бога, как веры в Христа. Это немножко профанируется вот и размывается через, может быть, культ многих святых, что у нас есть множество святых, и святые принимают какое-то подчас среди обывателей некое утилитарное значение. Вот это святые, это раковые болезни, это для учебы, это прочее, но мы не должны отвергать и этого пути к Богу тоже, потому что для кого-то это важно. Это начальный путь, первая точка соприкосновения с церковью, первая точка соприкосновения с Богом. Человек просит о своей нужде. Пусть это, конечно, не словословие, как молитвы отче наш, не благодарение, не обращение к Богу, да будет воля твоя, стало быть, твоя, а не моя на небе и на земле, но это мы тоже должны отвергать. Человек начинает с просьбы в какой-то его жизни ситуации. Поэтому это только начало религиозного пути, он обращается к Городице, только потом он начинает знакомиться с церковью дальше и дальше, начинает понимать, что святость Божьей Матери, святость как кого-либо из святых, она всецело зависит от святости Бога, от их связи с Ним. То есть святость Божьей Матери заключается в ее связи с Богом, в связи с тем, что она родила Бога, второе лицо Святой Троицы, дала Ему человеческую природу. Вот говоря о подражании, да, действительно, мы смотрим на святых как на пример. Мы смотрим, но мы должны начинать не с этого, как мы уже сегодня начали говорить об этом в первую очередь, мы смотрим на Христа как на пример для себя. То есть для нас первичный пример — это Христос, пример нравственности, пример вероучения, пример чистоты веры, пример нравственного подвига, терпения, незлобия, кротости, воздержания. В этом же смысле и Божьей Матери для нас является примером. Ну и, конечно, тут нужно, наверное, проговорить, да, вот половую специфику, да, что для женщины всегда очень важно обратиться к женщине. Женщина поймет женщину, и это справедливо тоже для отношений любой верующей христианки и ее горячей мольбы Божьей Матери. Для обращения любой матери, которая благословена Богом через вот чудо рождения ребенка, она в первую очередь обращается к матери. Мать для нее ближе, как в одной из наших передач мы говорили с вами о женщине, которая из народа выкрикнула, что блаженно, она увидела в первую очередь, она взглянула на Христа по-женски, да, счастлива та женщина, которая носила тебя, и та женщина, чью грудь ты сосал. Вот она увидела это, она как женщина обратила внимание, что мужчины смотрят иначе на мир. И вот здесь вот важно как раз и это тоже, что Божья Матери в первую очередь, она пример для женщин. Она по вере церкви, она особо чутко относится к молитве женщины, особо она ее слышит, она ее понимает, она понимает женщин ближе. Да, естественно, что мужчина понимает мужчину, потому что мы подобные, познаются потом, что то, с чем мы сталкиваемся, те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, мы их видим и в других. Подобно этому мы и свои грехи видим в других подчас, если затрагивать эту тему, тему аскетики, да, евангельская притча, что брат, да, я выну сучок из твоего глаза, а в твоем, в собственном глазу не видит бревна. Только свой грех видишь в другом. Чужой грех ты не можешь увидеть, если тебе этот грех не близок вовсе, ну как ты его заметишь? А вот свой ты видишь, а в твоем-то как раз в тебе в большей степени. Вот в этом же смысле, что женщина обращается к Божьей Матери, ее молитва особенная, и Божья Матерь является примером для женщин-христианок. То есть если все же мы говорим о подражании Христу, как пример номер один, то допустимо сделать некое такое все-таки, может быть, с догматической точки зрения, послабление, такой отход, что допустимо и вот для женщины такое воззрение на Божью Матерь, как на самого близкого к себе святого человека, обожженного человека, преображенного человека, который близок к ее скорбям и ее проблемам. И в чем же подражание? Вот если смотреть на жизнь предстоит Богородица, что в первую очередь подражание ее кротости, ее смирению, которое заключалось в чем? И было видно в момент ее призвания на это служение, на служение делу воплощения Сына Божьего, когда она отвечает на слова Архангела Гаврила «Я раба Господня». Казалось бы, она отвечает, ведь это тоже был очень непростой ответ. Вот сейчас мы читаем евангельские истории так линейно и просто, и казалось бы, этот ответ очевиден, потому что 50 раз мы читали этот фрагмент, и мы знаем, что вновь открывая текст, мы прочитаем там те же самые слова. И для нас это все понятно, но а что же она должна, это как сценарий такой. Она не может ответить иначе, мы читаем это как такой сценарий, а на самом деле нет. Ведь как, насколько этот тяжел был ответ для нее? Ведь этот ответ противоречил здравому смыслу, противоречил логике. Она возражает, она пытается возразить. Если он ей возвещает благую весть, то она говорит, как это будет, когда я мужа не знаю. У меня нет мужа, у меня нет мужчины, я не знаю, мужчина, как это может быть? И он ей говорит, что вот так это будет, и это будет от Бога, и ты не должна в этом сказаться. И тогда она покоряется этому, и говорит, я раба Господня. Вот это вот то, что наше служение Богу, которое подчас, подчас должно противоречиться здравому смыслу тоже. Конечно, эту фразу нужно до известной степени понимать правильно. И любую, да и любую фразу, если любые крайние понимания негубительные, все можно проинтерпретировать в таком деструктивном ключе тоже. Но до известных границ мы должны, до известных границ мы приносим Богу в жертву и здравый смысл тоже. В подобных случаях, когда действительно с ней случается что-то сверхъестественное. Конечно же, мы, и нужно предостеречь наших телезрителей, предостеречь всех христиан, мы не должны этого искать. Более того, мы должны этого сторониться. Но на нее мы должны взирать, как, например, к ротости и самопожертвования. Когда мы видим, и подчас Бог нас не ставит перед таким, каким-то, может быть, абсурдным, нелогичным выбором. Бог для нас дает некий такой более понятный выбор. Для нас всегда очевидно, где правда. И подчас именно, идя на компромисс с совестью, мы и пренебрегаем путем правды. Потому что мы знаем, каждый, на самом деле, если посмотрит свою совесть, свой внутренний мир, он знает, что ему делать. Он знает свои недостатки, которые ему мешают жить. Он знает, где ему покориться Богу, где ему еще нужно покориться Богу, в каких своих минусах. Преодолеть собственную лень, преодолеть собственную где-то гордость, где-то еще что-то перешагнуть через себя. Потому что он знает, что так будет полезнее. Каждый это знает. И вот в этом смысле Божья Матерь для нас должна быть примером смирения перед Богом. Не то, чтобы мы должны ждать какого-то парадокса, когда нас застигнут врасплох, поставят где-то, зажмут в углу, да, и поставят нам вопрос, который противоречит здравому смыслу. Подчас многие христиане такого и ждут. И в ожидании подобного вопроса или подобной ситуации в жизни проходят годы. Они уходят от заботы о себе, они подчас огорчают собственных близких, проявляют к ним нетерпимость и жестокость, ждут некого такого особого посещения Божьего, особой роли для себя. Ведь мы должны увидеть, что Бог, Он здесь, средь суеты, случайный в потоке мутном жизненных тревог. Как сказал поэт, что не будет никакого особого парадоксального вопроса лично для нас. Мы должны сами, и все мы сами, заглянув в себя, увидим, что определенные моменты, увидим то поле, где Бог хочет от нас проявления этой кротости, проявления этой кротости и послушания. Каждый из нас увидит, где, с кем, в отношениях с кем или где, в какой области своей, в какой сфере своей деятельности, Он должен проявить себя так же, проявить свою кротость и смирение. И вот в этом смысле мы этому учимся, от Божьей Матери в первую очередь. А во второй момент, это, конечно же, то, что следовало за этим. Да, она была счастлива на чудом рождения ребенка, с одной стороны, и великого ребенка, которым восхищались, глядя на него. Но, с другой стороны, как по пророчеству праведного Симеона Бога принца, оружие прошло ей душу. То есть ее душу, она выдержала и смерть этого ребенка. Ведь подчас это очень сложная дилемма, да, чтобы женщина выбрала не рожать никогда, да, или родить и пережить своего ребенка. Это очень жестоко так даже ставить вопрос. И вот здесь вот за ее смирением ведь последовало, с одной стороны, видимо, что все так устроено Богом, что какая-то горечь, какая-то скорбь, она оттеняет более контрастной, более яркой и выпуклой делает радость и наслаждение. И вот, с одной стороны, она попробовала, да, чего она попробовала в жизни, да, стать матерью гениального великого ребенка, да, если называть его светскими эпитетами. И, с другой стороны, она пережила своего ребенка, она увидела его позор, увидела его все эти унижения публичные и пережила его самую ужасную позорную смерть на кресте. Поэтому вот наше приятие и наше подражание Божьей Матери, когда мы подражаем ее смирению, должно сочетаться с некой готовностью на определенный подвиг, на определенное волевое усилие. Потому что Божье посещение, оно будет радостно и прекрасно, но, с другой стороны, потребует и максимальной отдачи сил, воли. Ну, то есть, правильно ли я понял, что мы можем говорить, во-первых, о чисто специфически женских добродетелях? И, собственно говоря, взирая на Пресвятую Богородицу, простая христианка, например, видит, как реализуется именно ее женское служение. Служение матери, вот, служение в том числе жены, хотя жена такая усыновленная, удочеренная, взятая просто вот для попечения, потому что в контексте культуры того времени просто женщина одна практически не выживает. Вот, и есть какие-то добродетели, ну, так скажем, универсальные, они свойственны всем святым, вот, просто кто-то в большей степени, кто-то в меньшей в них упражнялся и в большей или меньшей степени прославился в них. Богородица прославилась максимально, поэтому мы ее называем все святой. Вот мне бы хотелось, потому что об универсальных добродетелях мы примерно представляем и понимаем, да, то есть это абсолютное, тотальное доверие Богу. Причем я бы лучше даже сказал именно вера Богу, потому что доверие предполагает, ну, какой-то, ну, условно говоря, довесок, что ли, да, к вере. У нас очень часто неправильно употребляется это значение, когда мы говорим, что я верю в Бога, вот, и на этом точку, как бы, человек ставит, да, Бог есть, ну, а его жизнь параллельно с моей развивается, он сам по себе, я сам по себе. Вот, все-таки, если говорить о добродетели, о добродетели святых, то это, в первую очередь, вера Богу, то есть это способность упасть в его руки, произнести вот эту фразу из глубины всего сердца, да, сероба Господня. Ну, и множество других добродетелей, которые мы могли назвать универсальными, да, то есть это следование за Богом, это сослагание его слов и стремление их максимально воплотить в свои жизни. Да и, в принципе, в общей сложности это невероятная такая степень горения Царствием Божьим, потому что, когда смотришь на святых, читаешь их жития, когда читаешь, в том числе, о Пресвятой Богородице, в Евангелии или в апокрифических каких-то текстах, понимаешь, что вообще эти люди как будто бы не жили, они вроде бы жили земной жизнью, но быт не являлся чем-то самодавлеющим, не являлся ценностью, скорее был таким подспорьем, некими костылями, оперевшись на которые, человек делал прыжок в Царствие Божие. То есть вся задача, она там, туда, за горизонтом стремится, это некие универсальные добродетели святых. Вот, а чисто женских таких специфических, так скажем, добродетелях, мне кажется, сегодня было бы очень важно услышать и нашим христианкам, но и христианам не меньше, потому что они в первую очередь должны, безусловно, ориентироваться, ну, так скажем, при выборе, может быть, супругов или при выборе тактики воспитания девочек своих маленьких, которые растут в семье, должны ориентироваться на образ Богородицы. Вот, чисто специфические, женские добродетели, добродетели материнства, вот, например, чисто для вас, когда вы слышите о материнстве Богородицы, что в первую очередь, может быть, всплывает? Или, может быть, какая грань этого материнского служения для вас является в Богородице, ну, максимально воплощенной, такой выпуклой, которая бросается в глаза? Ну, наверное, следует все-таки, говоря, вот, чисто специфически женской добродетели, вот, чтобы нам избежать неверного понимания, наверное, нужно назвать все-таки женскую добродетель формой добродетели вообще, то есть есть вот христианская добродетель, она может существовать, да, у нее может быть различная, да, оболочка, и различная ее, вот, та форма, в которой она является, может быть различной. Мужчина, она одна и та же добродетель, вот, совершенная мужчина выглядит иначе, совершенная женщина выглядит тоже иным образом. Вот, поэтому здесь, с одной стороны, можно и не разделять, но, с другой стороны, действительно, что ведь мужчине не дано такое, да, право дано родить ребенка, да, и быть, вот, являться для ребенка тем, чем является для ребенка мать. И поэтому, наверное, это, в первую очередь, добродетель материнства, которое, как вы, если вы меня спросили, отвечая однозначно, как-то это сложно, что это в первую, это самоотдача, самоотдача, это терпение, конечно же, это жертва собой. В современном мире, вот, действительно, что для нас может быть актуально в деле воспитания девочек, в деле диалога супругов сегодня, это вопрос о преодолении собственного эгоизма, потому что современный мир, отчасти, западноевропейское общество, основанное на христианских принципах, христианство в послеантичную эпоху впервые провозгласило ценность каждой человеческой личности. Но после мир, постепенная секуляризация, откуда от Христа, то, что для человека, обоженного во Христе, и мир сотворен для него, и все сотворено для него, некая абсолютизация личности. Древний античный мир этого не знал. Человек был песчинкой в большом божественном мироздании. Говорить о своей какой-то доминантной роли никогда человек не мог. И революционным и абсурдным звучал христианский тезис о том, что мир сотворен для человека. А вот сейчас уже в современном мире мы имеем то, что, как сказал Федор Михайлович, свобода – опасный дар, и свобода не имеет отката назад. Если однажды человек вкусил этого, что мир оказывается для него, и он в основе мира, то сегодня, к 21 веку, это вырождается в болезненное самолюбование, в болезненный эгоизм, нарциссизм и прочее. И вот это вот как раз то, что сейчас все эти пороки отчасти, и к счастью Бог так оставил нам, что в некотором смысле биологически, самим ходом вещей преодолеваются в семье, преодолеваются с рождением ребенка, где женщина должна забывать о себе. Для мужчины это иное, видимо. Мужчина должен забывать о себе в связи со своей женщиной и ребенком, а женщина в связи со своим, с чедородием, вот с этим. То есть это самозабвение, это самоограничение, это то, что заповедовал Христос всем. Поэтому это не специфически женская добродетель, это Христос заповедовал всем. Но у женщин этот добродетель, Господь, как бы этот добродетель преподает им особым образом. И создает определенные условия. Это основные условия для проявления этой добродетели. То, что когда женщина рожает ребенка, она забывает о себе, и вот заботится о нем. Более того, образ ее, и избавив Бог матерей пройти через такие страдания, избавив Бог всех, что дай Бог нам и без такого опыта научиться самозабвенно любить других, любить другого, вообще христианский принцип, возлюбив ближнего своего, как самого себя. Вот этот принцип как раз в женщине реализуется таким образом. То есть Бог создает для женщины такие условия, возлюбив ближнего своего, ребенка в первую очередь. Ну, и если можно немножечко мне добавить, мне кажется, знаете, какая интересная черта, которая, опять же, как и вся жизнь Богородицы, она как бы такая неброская. Что в символе вере мы буквально покасательны, что в Евангелии не так много о ней говорится. И вот есть добродетель, который тоже очень часто как-то проходит незамеченное, но насколько легко, насколько легко она передает своего ребенка. Вот она вырастила его и не претендует на него. То есть тоже вот в современном мире, где все как некий такой фурункул уродливо повылезало, вот у нас и материнство тоже приобрело какое-то вот уродливое очертание. Очень часто приходится слышать, я родила его для себя, я родила... Очень часто приходится видеть, как матери вторгаются в мир их детей, когда уже у тех, у самих есть дети и семьи и так далее. Здесь какое-то абсолютное, тотальное, вот то, о чем вы сказали, да, самозабвение это да, когда человек, ну, взял, сделал и отошел в тень. Вот, взял, сделал и дальше только след в след идет за своим сыном, не претендуя на него, не купаясь в его славе, не показывая пальцем на себя, что это вот благодаря мне... Желая получать дивиденд от его славы. Да, 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 да. Вот это удивительная, удивительная женская черта. Вот, ну, а время нашего эфира подошло к концу. Батюшка, я сердечно благодарю вас за цикл наших встреч, за то, что нашли время доехать из недалекого, но все-таки надо было приехать из города Жигулевска. Вот, поздравляю вас с наступающим праздником Успения. Всего с тобой. Желаю и вам, и нашим дорогим телезрителям, в первую очередь, конечно, совершенствоваться в этих добродетелях, которых мы сегодня так вот на красивом таком аккорде закончили наши беседы. Спасибо вам, спасибо вам, дорогие наши друзья. С вами мы прощаемся, до скорых встреч. Я вас тоже в том числе сердечно поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы, который еще только грядет. И дай Бог, празднуя его, отмечая его. Мы о самом празднике, правда, практически ничего не сказали, а праздник действительно очень содержательный, как Христос, Господь спускается за Своей Матерью и забирает ее, поэтому гроб остается пустой. Мощи этой Всесвятой Матери, Всесвятой Богородицы отсутствуют, мы не можем к ним приехать поклониться. Но зато мы имеем возможность обратиться к ней теперь с любого уголка нашей Вселенной, нашей планеты, обратиться как к Матери. Обращайтесь к ней почаще, храни всех вас Господь с праздником. Субтитры подогнал «Симон»